Приветствую вас, и если говорить о том, что именно вы делаете не так, то я полагаю, что можно пристеречь о таком моменте, о таком тригере вашего человека. Поведение, как тренос соответственности. То есть вы не удовлетворены поведением мамы твоего мужчины и не удовлетворены, соответственно, отношением мужчины, да, ну, наверное. Значит, вам и маме, как бы предъявляете претензии именно ему за это. То есть вы как бы, ну, с ним ссоритесь, вы как бы, значит, с ним из-за этого ругаетесь, вот, и так далее. Но вопрос, вопрос заключается в том, что это, понимаете, ответственность мужчины не ваша, а его. Но, в первую очередь, если он так себя ведет, значит, его все устраивает. И если его все устраивает, то менять что-либо, мужчина, ну, скорее всего, не будет. Ему это просто не нужно. Понимаете? Ему это просто не нужно. Поэтому вам, вместо того, чтобы ссориться с ним, нужно сказать, что именно не нравится вам, спокойно, без криков. Показать мужчине, что подобное поведение неприемлемо для вас. Без обвинений, без всего, то есть хочет мама покупать для него что-то, да? Хочет мама, там, я не знаю, там, делать что-то для него. Ну, пусть, пусть делают, какие-то проблемы, только без вас. Понимаете? Только без вас. Вот в чем, в чем важный момент. Если кто-то что-то хочет делать, пожалуйста, пусть делают. Пусть делают. Не только без вас. Только без вас. Знаете, какая ступа? Вам нечего ловить с этими людьми, например, и так далее. Но только пусть не забывают. Пусть не забывают. Все. Так, если ситуация будет продолжаться, он может вас потерять. Мужчина. Вот. Хочет он вас потерять. Но это уже вопрос. Большой. Вот и все. У него с мамой сложившиеся отношения годами. Годами. Матерь. Это годы отношения. Она его знает, может быть, даже лучше, что бы то ни было. Правильно? Справа. И что вы можете этому противоставить? Ничего. Это свои личные границы. Укажите. Мужчине. Покажите, что именно вам нужно. Чего именно вы хотите. Вот. И все. И все. И все. Если мужчина хочет быть славным, он обратит на это внимание. Если не захочет, то ему все устраивает. Если ему нравится, что мама так вот у себя видит. И остаться его. Выйдите его из зоны комфорта. Чтобы ему перестало это нравиться. Чтобы он перестал видеть в этом что-то хорошее для тебя. А вы же пока не делаете ничего для этого. Правильно? Вот. Ну. Просто. Ссориться с ним. Как бы. И все. Так. Понимаете, что. Как бы. Просто ссориться. Может. Только не даст это ничего. Понимаете? О чем идет речь. Ссориться. Ну. Кроме того, что. Вы настраиваете мужчину. Против. Себе. И соперничать. И всего мало. Ну. Это. Помимо. Всего прочего. Как бы. Понимаете, да? О чем идет речь. Я думаю так. Можно ответить вам на вопрос. Потому что. Молодой человек либо. Говорит нет. Своей маме. Либо говорит да. Своей маме. И это его выбор. На самом деле. А ваш выбор. Ставить себя. в твою жертву. В твою мальчик. Ваш выбор. Ваш выбор. Либо ставить себя в повисцию жертву. Либо нет. Либо вы. Хотите. Эм. Это. Хотите. То есть. Хочите. Ставить себя. В повисцию жертву. Либо не хотите. Почему позиция жертвы? Потому это когда вы ссоритесь с мужчиной и пытаетесь ему доказать, что он не прав, что он не должен вести себя вот так вот, что он не должен с мамой взаимодействовать таким образом, ужасным, как вы думаете. По вашему мнению ужасным, да? Когда вы говорите так, вы становитесь в роль преследователя. Вы как бы превращаетесь в преследователь. Ну а преследователь это из треугольника Гарпмана, это проявление жертвы по сути. Ну одно из проявлений жертвы по факту. И тут как бы уже ничего не поделать. Там это вам нужно, получается, то, что вот вы делаете, то, что вы говорите. Вот. Это вам нужно. И мы же не мужчине, а вам. А почему? Почему мужчина должен делать то, что вот вы хотите. Неправильно ли это? Да, неправильно. То, что мама, то, как мама себя ведет, да, это неправильно. Неправильно. Двусловно. Но легче ли вам от того, что это неправильно? Нет. Легче. Улучшается что-то в вашей жизни от того, что вы понимаете, что это неправильно? Нет. Поэтому единственное, что можно сделать, это принять для себя ответственность. Разграничить. Вот есть моя ответственность. Есть то, чего я хочу. Есть то, чего хочешь ты. Есть то, чего соответствует как бы моим желаниям. Ну вот. Как бы есть то, где наши желания соответствуют друг другу. А есть, где нет. И я либо мирюсь с этим, вот. Либо нет. Вот не все. По большому счету. Либо я мирюсь с тем, что наши желания не соответствуют, либо нет. А это вопрос выбора. Вашего выбора. Знаете, какая штука. Мужчина вам не переделать. Как не переделать вам и маму, и его. И так далее. Ну, это невозможно. Мужчине нужно по-моему захотеть что-то менять. Ну, вы можете поговорить с ними, сказать, вот хорошо. Вот как бы вот. Мама, она везде с нами, да? По городам, по отпускам и так далее. Не знаю, как считаешь, вот мы, как бы, ну, можем помочь с тобой вдвоем. Без маму. Почему она временно над нами едет? Как бы я, что вообще? С ней, как бы, ну, живу. С ней встречаюсь или с тобой? С ней в отпуск езжу или с тобой? Я вообще на что подписывал? Как бы. Вот. И все. И потом послушайте, что вам мужчина скажет. И что бы он не сказал, что бы он вам не сказал. Вот просто, как бы, ну, по факту. Я просто ему говорю, а, ну, хорошо, хорошо. Хочет, чтобы мама была, ладно. Ну, просто, как бы, это, как бы, свое решение. Без проблем. Но я, как бы, в этом не участвую. Вот. Мне, мне это не нравится. Какая ситуация. И все. У вас же это право. У вас же это право. Право мужчины, там, ну, свою маму, как-то, вот, привлекать к совмешанному премяпровождению. Право. Вот. Вот. Позвольте мужчине быть собой, а себе с собой. И все. И все. Если он вас любит, он обязательно в страдке ставит. Это действительно вами дорожит. Ну, а если он вами не дорожит, и вы в отношениях с ним, это уже вопрос к вам. Почему? Почему он вами не дорожит? Почему вы так себя поставили, что человек вас не ценит? Ну, не так сильно ценит, как он мог бы. Как должен был быть. Вот. Это уже вопрос к вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, пишите в личку, буду вам помочь. Если остались вопросы, также, значит, выдавайте. Вот. И буду благодарен, если сделаете мой ответ лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.